ЛЕТО! ЛЕТО! В Белгородской области так много фестивалей! Ну, давайте, веселите меня. Смотрите, какую кепочку мне дали на фестивале. Фестиваль, 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 фестиваль. Долго всё это? Сколько можно? Время фестивалей! Два часа мы ехали до этой Алексеевки. И, наконец, приехали на областной фольклорный фестиваль, посвящённый памяти Ольги Ивановны Манчкиной. Кто это? Если честно, я и сама не очень знаю. Но мне кажется, Ольга Ивановна – значимая личность для жителей села Подсередня. Тем более, что фестиваль проводят уже в пятый раз. На первый взгляд, здесь все такие дружелюбные, открытые. И очень много бабушек, бабушек, бабушек. Бабки, 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 бабки. Да какие это бабки? Это бабушки. У тебя что, бабушки не было? У меня бабка была. Поэтому ты такая злая. Кто такая Манечкина и почему у неё с вами фестиваль? Манечкина – это известная фортиристка, которая сохраняла, развивала обычаи и традиции своего района, своей области. Это замечательный душевый человек. Послужила на старинные песни. И чем она такую любовь заслужила? Голос странного силы мира. Она была в штатах, в Испании, в Италии, в Москве. Она почему-то не жила. Жилетка. Платок кирпишный. Рубаха. Как в этом вообще ходить во всём можно было летом? Жарко же ведь. Сфоткай меня давай. Левее. Правее. Нет. Снова левее. Чуть подальше. Я худая? Это вам от бабушки из сундука достался костюм? Да. Это мне отдала моя мама. И сколько ему лет? Хранила. Ну, я не знаю, лет двести точно. Сколько? Двести. Двести лет? А почему он в таком хорошем состоянии? Ну, вымыли хорошо, выхаживали за ним. Это уже, конечно, всё сделано новое. Старая – это Панёва. Это… Панёва? Прабабушка. Моя прабабушка, да. Это Панёва её. Внучки. Внучки. У нас же село песенное. У нас же бренд нашего села. Мы традиции чтим. А почему нужно их чтить? И любовью храним. Зачем? Можно же и не чтить. Ну, может, где-то можно. У нас нельзя. Нам нравится это. Как-то это передаётся. У нас все поют. Не по принуждению, знаете. Все такие малюсенькие приходят. Всем хочется выступать. И все говорят, а, вы с подсередния, вы должны петь. У вас все поют. То есть у вас выбора нет? Да. Давайте я вам дам длиночки. Нужно будет сделать два шарика. Обжигать где? Вофель на печь. Мы сейчас в данный момент не обожжём, потому что любая игрушка, изготовленная из глины, должна сохнуть неделю. Когда я была в музее, нам такого не рассказывали. Немножко поспешила на день раньше, обязательно будет трещина. Пойдёт? Да. Ага. Пока моя занудная подружка горшки обжигает, мы тоже себе найдём дело. А что вы делаете? Груса это называется? Гарус. Гарус. Ну, вы по-вашему гарус. Ногой обычно разговариваете, а я балакаю в деревеньке. Это как в старину делали. В старину? Ага. Моя мама всё время работала. Золотые лосороки. Настоящим золотом? Да нет, не настоящие нитки. Это какая-то специальная глина? Нет, там где я живу, добывается. Для глиняной игрушки она замечательная. На огороде прям глина находите, что ли? Ну, можно сказать, да. А нефти нет на вашем огороде? Ну, если бы я работала в том месте где-то, но она их не может бы нашла. Вот ногтями глина. А для чего нужны фольклорные песни? Ну, вот это же не подпоёшь. И зачем вы не подпоёшь? Ну, как не подпоёшь? Вы молодёжь не стараетесь. Вам начали показывать по телевизору, раздели вас на голову. А вот послухай песни, это жизнь. А деды, понимаете, как... Это как вот... Это всё ручная работа. Это сами себе одевали. А сейчас нам тряпки дадут. Он то трусы, то штаны. Господи. На балак, ничего не надо. Кто такая Манечкина? И почему у неё свой фестиваль? Женщина, которая у людей поклоняется в том смысле, что очень талантливый человек, был музыкальный и многому научит. Это не то, что Манечкина, это стилизация именно костюма, который присущ здесь, в местности, которая вот у нас, сорока. У нас в Белгороде в музее такие есть. Да, ну правильно, но это из нашего района выходит. Для чего сейчас нужен фольклор? Да это самое ценное. Это наша рука, это наша культура, это наша душа поёт вот это. А уж шоу молодое, это не наше всё. Это нам не... Нам это не к сердцу. И кто понимает, то он ценит фольклор. Даже проходящие идут, поглядят, какие девочки. И вот уфельки, и белые носочки. Теперь ей поставить телевизор и показать. Приезжай к нам издалека, издалека, чтобы только посмотреть на это. Девочки, зачем вы нарядились в эти платки? Это же не модно. Это очень модно. Егор Крид или фольклорные песенки? Фольклорные песенки. Шах и мат, Black Star Mafia. Но мне всё-таки кажется, что здесь не все фанаты фольклора. А вы знаете, кто такой Егор Крид? Кто? Егор Крид. Да. Нет? Да. Как под это танцевать? Под это не танцуют, это поют. Поют? С душой поют. А если слов не знаешь, как быть? Ну, тогда мычать придётся. О! Да? Классно. Но всё равно под это не потанцевать. Девочки, как вам Пелагея? Нормально. Пелагея нормально? Да. Монатик. О, нормально. А мы в любовь упали, когда бит ударил. Нет? Мне всё-таки кажется, что люди здесь по-настоящему любят все эти песни. А Егор Крид? Ну, он ещё и справится. А мы сейчас с вами выясним, зачем местные носят коробки на голове. Здравствуйте. Здравствуйте. А зачем вам нужны эти коробки на голове? Это не коробки. Это сороки. Это наряд такой именно нашего села. И сороки? Да. Сороки, панёва. Посмотрите, какие коробки на наших. А? Если б не коробки, вы б не приехали. Да? Да. Ну, может быть. Сорока, потому что любит всё блестящее. А. Ну, конечно. Сколько им лет? Сколько? Да кто узнал? Мы сами не знаем. Мы сами не знаем. Ну, это подделано. А вот эти все наряды – это бабушкины сундуков. Красиво. Мы с вот этой вот вышивки до 100-летней давности ещё. Вот попробуй тебе посадить сейчас вот такое вот. Вышить. Да. К самужу. Да ты скажешь, лучше буду сидеть вековом. Ха-ха-ха-ха. Панёву тоже руками это всё шилось. Это тоже руками? Всё руками шилось. Зачем нужен фольклор? И зачем его нужно беречь, сохранять? Это наша история. А. Это корни. Вырви дерево. Моя детка. Ну, ты же будешь сохранять память мамы? Конечно. Ну, а что ж ты тогда? Мы сохраняем своих матерей. Наши матеря сохраняли своих матерей. А это песни были, вот послухайте из чего, из жизни. И идут вон туда на Абугор траву косить. И каждая женщина рассказывает свою судьбу песни. Потом это запоминали и передавали? Да. А как же? А было передавать их так. Вам сейчас лёгко. Хе-хе. Дам, не дам, дам, не дам. Не хочешь дам? Да, но не вам. Хочешь, не дам. СМЕХ Наши песни хотя бы запоминать легко. Дам, не дам. А что ж там запоминать? Выходят женщины, дождик надводят. Не тучкиш, да не хмарки. А за год до девичиней, да на вечер он идёт. Вот. А вы что рассказываете? Ну не правда. Наши песни не все такие. Есть и позитивные. Да пройдут и ваши песни. Вот, слухай песню. Не надо. Ну непонятны же слова. У голубки позолоченная голова. Вот, видишь? Что нужно делать, чтобы всё это сохранилось? Самое главное любовь на земле всегда и красота. Чтобы не делали над собой всякие. А русская коса. Да ладно, там чуть прикудрявилась. А как начинают что над собой делать, то сиськи наливайте. Давайте обниматься. Я золотая. Давайте обниматься. А вот натуральная всё должна красота быть. То есть, по сути, что видели, то и пели, получается. Мы приехали в село подсереднее, чтоб снимать про раму, про храму. Не получается гэкать. Надо пойти поучиться. Так, нужно найти того, кто лучше всех здесь гэкать. Дети, вы умеете гэкать? Нет. Отлично. Да. Ну, это не то. А научите меня гэкать? Гэ. А, да. Гэ. Ну, по-простому. Гэ. 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 Без Гэ. Не Гэ, а Гэ. Мягче. Гэ. Гэ. Гуси. 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 Га-га-га. Галя. На улице Гагарина. Получается? Нет. Ну, пела ради Гэков. Я в деревне просто Гэ. А вы корреспондент? Да, я журналист. Я тоже? Да? Да. А как это так? Я районный. А я областная. Какое издание? А вы угадайте. Ну, неизвестно уж. Нет. Не Белгородская правда? Нет, не правда. А больше нет изданий? С телевидением. А давайте я к вам в газету попаду, а вы ко мне в телевизор. Башь на башь. Машину ко мне поставь. Так это ж моя работа, приставать ко всем. Я Даша. Спасибо вам. Теперь были знакомы. Ну, я корреспондент. Знаете, сколько лет? Интересно. Сколько? Ну, гадайте. Лет 15? 20? Больше. Я столько не жила. 50. Ну, хорошо сохранились. Даша, это ты? Ты очень, очень выросла. Ты тоже вообще-то. Что ты тут делаешь? Фольклёрная практика. Тебя заставили сюда приехать? Нет, добровольно. В чем заключается практика фольклёрная? Собирать у нас народные песни, народные традиции и записывать их на технические сборники. Как это делается? Например, так как я это делаю сейчас. Я приезжаю вот в подобные сёла, общаюсь с людьми, которые действительно могут знать исключительно народные песни. И общаюсь независимо на диктофон особенности звучания той или иной песни. То есть твоя миссия в том, что ты сохраняешь фольклёр? Пытаюсь, да. Учусь. Учусь это делать. Столько эмоций, наверное, ни одна книжка, ни одна камера не придаст то, что мы сейчас услышали. Это вот был именно тот ансамбль, который возглавлял сама Манечкина. И я слышала записи её исполнений и на самом деле была поражена. Это настолько душевно, настолько лирично и красиво. И здесь песни не поют, здесь их играют. Игра даже не слов, игра звуков. И вот это многоголосие именно села Подсередняя, наверное, возродило сама Манечкина. Смогла передать и сохранить. Спасибо очень. Ну что, теперь-то твоя душинка довольна? Ну, такое. А костюмы видела? Ну, видела. А песни пела? Ну, пела. Чем ещё здесь заняться, кроме песни? А я тебе это и покажу. Ну, пойдём. Фестиваль – это не только песни, это ещё и обряды. Вот сейчас там показывают то, что совершали наши бабушки и дедушки на троице. Пойдём поближе. О, это мне? Спасибо. А что вот это за скукало? Это беда. Это беда. Косички плести? Подарить здоровье, достаток. Вот он так водил. А для чего плели эти косы? Или заплетать на ветках берёзы, вязать ленточки или же просто сами ветки связаны. Ага. Испытывать желания. И чем больше узелков, чем больше переплетений, тем больше желаний сбудется. Это с языческих времён и по наше время идут такие поверья. За троица она праздновалась три дня на православии. И поэтому все три дня какие-то свои народные гуляния были. Ещё один интересный обряд. Глупцы. Судьбу выбирают. Что происходит? Второй год называется, там кто-то выбирает, не висит. Пару себе выбирают. Да бесконечности. Да. Потому что здесь ведущий. Каждого свои. Для чего? Сделать какое-нибудь предложение. Какое предложение? Пристойное, непристойное. Какие бывают предложения? Бывают предложения односоставные, двусоставные. Мы использовали несколько других акробутов, но мы будем играть сейчас. А я думаете не смогу на этих? Где левая и правая нога? А в чём забава? Как ты это делаешь? Поднимай ногу. Да я поднимаю. Я боюсь. Я смогу. Вперёд, вправо, вперёд. Так. Я иду? Иду сама при чём. Да? Да. Да ладно, вы меня держите. Если сейчас отпустите, то я носом прям... Мне кажется, так, как я ходили шуты. Пастушечья игра. Калечина-малечина, сколько часов до вечера? Раз, два, восемь, девять! Пастухом бы я тоже была неплохим. Нужно палочкой вытащить другую палочку, но чтоб не шевельнулась никакая другая. Вытащил. А сколько лет этой игре? Всё. Наверное, тысячу. Сколько существует славянский народ? Шевельнулась, я увидел. Да, передавай. Дайте я попробую. Иди сюда. Ха-ха-ха! Вот так вот. Пока мисс счастья играет в бирюльке, повожу хороводы. Когда не знаешь слов, нужно про себя говорить 33. Тебе молодец! Тебе молодец! Тебе молодец! Иду, иду, иду! Рассолую ты назад пойду! Вот к нам присоединились и друзья из Белгорода. Девушка как раз и будет себе выбирать. Что выбирать? Выбирать себе жениха. Она сейчас пойдёт вместо меня с этим с ответом, но будет выбирать, конечно, парня. А что они мне могут предложить? Мы вам предлагаем. Если вы здесь выберете парня, то вы сегодня здесь навсегда и останетесь. В деревне? Конечно. Неплющего, работящего. Здесь, кроме вас, мужчина только один. В лаптях. Можем в сапогах предложить. Вон того цветочка можно посмотреть? Он, по-моему, женатый. Иди сюда. Иди, иди. Уедешь сегодня в Белгород. Хорошо. Парня-то надо выбрать, а подружке венок сдать. Парня. Ну что? Как будем дальше поступать? Как в старину выбирать? Как в старину поступали? Жениться. Жениться? И что дальше? Что дальше? Я его не отпускаю. А вот всё. Это же гульбы были. Уходили в лес. Кто целовался, кто яичницу жарил. Кто чем занимался. Вот эти ваши игры, знаете ли. Прекрасные у нас игры. Самые настоящие, народные. Это тоже старинная, старинная игра? Да, это игра бабки. Я же люблю прыгать. Чёртовы прыжки. Ну что, фестиваль удался, люди пришли. Почти что нет свободных мест. А вы с самого начала? Живу рядом, слышно всё. Постоял, постоял возле двора. Я пойду, посмотрю на мир. И часто в мир выходите? Каждый праздник. Нет, это они не дождь вызывают. Это закончился концерт, и начался мастер-класс по танцам пересека какого-то. Все желающие, которые хотят поучаствовать в этом пересеке, прошу подняться на сцену. Никому не говори. Вы желающие? Я желающая. Я не слышу. Нужно громко топать, что ли? И всё? Ну ладно, не перебивай. А? Слушай, как топ уже идет. Ну ты перебиваешь. Ах! 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 Ох! Шаги просто. Быстрые, частые. Я уже устала. Потому что вы не вспомнили. Что происходит? Что, всё закончилось? А так весело было. Вот так ездишь по фестивалям, ездишь. И никогда не знаешь, где встретишь свою судьбу. Где этот парубок с цветочком? Не он. Опять сбежал, что ли? Ну ничего. Будут ещё фестивали. А вот у меня возникло чувство, будто я всю жизнь здесь жила. И выросла здесь. Все такие родные, знакомые. Как будто к бабушке в деревню приехала. Пусть они немного старомодные, но зато все искренние. Искренние и добрые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...